Десятый номер за 13-й год От издателя «Магнитное поле и здоровье» Это из моей книги Я как раз рисовал Видите, ось магнитная Она вот такая вот Приходит через Сердце Вдоль его оси То есть сердце как раз является таким вот Органом, который Ну как вот Запускает все это магнитное поле От него все это идет Как только человек умирает Магнитное поле исчезает Вот Магнитное поле и здоровье Рассматриваю в этой статье Заболевания сердечно-сосудистой системы Связаны С Электромагнитным полем Заболевания суставов и связок Заболевания кости Заболевания пищеварительной системы Заболевания мочеполовой системы Все это Связано С нашим Электромагнитным полем Оно должно быть И чем оно мощнее Ну в рамках Нашего организма Тем значит здоровее мы себя чувствуем А как только оно Уменьшается Ухудшается Все Начинается Проблема Разная Лунные сутки Приметы Особенности Октября Осень А здесь дальше у нас Продолжается Рассказ О глине Глина в качестве Мыла Еще некоторые Факты применения Глины Тут Раньше Я сам Не верстал газету Тут надо было просто Сделать Заголовок Что Продолжается Статья О глиналечении Вот Чтоб было Ясно И понятно Гипотония И прочь Этот Астония Что че и как Познавательно Практически Так А вот здесь Я значит Буду Рассказывать На основе чего Создаются Оздоровительные Системы Когда человек Исследует Систему Оздоровления Другого Человека А тем более Если там Ясно Указаны На что Он Обращал Внимание Ага Вот это На очищение Я обращаю Внимание А другой Говорит Нет А я обращаю На напряжение Третий Говорит Еще что-то Еще что-то То У человека По крайней мере Разобравшего Одну Оздоровительную Систему С ее Такими Положительными Звеньями Создается Одно Мнение Разобрал Другую Систему У него Создается Другое Мнение Которое Дополняет Одна Система Другого И так Я разобрал Я разобрал Практически Все Оздоровительные Системы Которые Были В 20 Веке Наиболее Благо Наиболее Широко Распространены И на слуху То есть Это И движение И атлетические Занятия Тоже Силовые Это И образно Волевые Настрои Это И Очищение И траволечение И соколечение И И Адиомоторное Движение Глинолечение Голодание Очень много Я из них Сам прошел Вот И В результате Получается Что Вот это Все Дает Возможность Как бы Сверху Заглянуть И увидеть Некую Общность И понимать Что это Всего лишь На все Инструменты Которые Которые Надо Применять К себе В зависимости От необходимости Надо Там Порубить Мы берем Топор Надо Построгать Мы берем Рубанок Надо Значит Что-то Больше Там Отшлифовать Мы уже Берем Наждачную Бумагу Ну И Тогда Вот Оздоровление Получается То что Надо Вот Я Разбираю Видите Не просто У нас Есть Вот Такое Понятие Как Уровни Оздоровления Что Такое Уровни Оздоровления Ну Вот И тут Я Описываю Вот Примерные Этапы Оздоровительной Работы Над Каждым Уровнем Первое Физическое Тело Оздоровляется С помощью Очищения От шлаков И знания Паразитов Правильного Питания Я бы добавил Сюда Еще Движение Ну Ладно Это Я И Писал Так Второе Полевая Форма Жизни Оздоровляется С помощью Специального Очищения Физических Упражнений Закаливающих Процедур Полевая Форма Жизни Это Уже Наша Энергетика Третье Сознание Оздоровляется С помощью Работы Над Чертами Характера Получением Необходимых Знаний И развитие Волевых Качеств То есть Видите Можно иметь Тело Как говорится Мужское Тело А зато Сознание Ребенка Можно наоборот Иметь Сознание Значит Воина А тело Мальчика Там Или Слабое Тело Вот А как Как над этим Работать И Все это У нас Все это У нас Должно Перекликаться Одно В другое Входить И Одно Другому Помогать Потому что Если просто Работать Над физическим Телом Увы Очень Мало Будет Полезного Для Для Сознания Сознание В основном Видите Это работа Все таки С чертами Характера С Мировоззрением Потому что Если мы Примыкли Будем Качаться Там Есть Все это Там Такое То Это Одно Направление Оно Все таки Тупиковое Да Накачался Все таки Процессы Старения Идут Мы уже Знаем Никуда От них Не денешься И Знаете Ну Как бы Сказать В жизни Мало Что-то Там Такое Выносишь А вот Когда Ты Вовремя Вовремя Ага Понимаешь Что-то Там Потому что Допустим Ну Вот У Сильного Человека Возникает Случай Дома Там С женой Что-то Там Ну Не так Он Реагирует На это Неадекватно Ну Можно Сказать Вот Хороший Пример Это Оттелла И Дездемона Оттелла Воин Дездемона Красавица Ему Сказали Что Вот Она Тебе Изменяет И Он Не вдаваясь Подробностей В соответствии Со своими Мировоззрениями Чертами Характера Взял Ее За душу Хорошо Это Конечно Это Нехорошо А если бы он Просто Напросто К этому Отнесся Совершенно По-другому Поговорил Бы с ней Бы Так Это Не так А то Ага Ему Кто-то Сказал Он Принял Одно Мнение И все Вперед Более Того Если Даже Бы И Изменило Человек Вошел В состояние Что Да Создалась Такая Обстановка Природа Взяла Своё Слабы Мы Люди Слабы Поэтому Не хочу Сказать Что Надо Простить Нет Просто Надо Понять Этого Человека Понять Потому что Все мы Увы Слабы В этом Отношении Ну и так Далее Почитайте Интересно Дальше Пошел Обзор Основных Оздоровительных Систем Значит В каждом Я номере Разбирал Одну Или Там Две Оздоровительные Системы Тут я Сразу Как-то Прошелся По мотивам А потом Пошел Отдельно Все это Делать То есть Очень важно Видите Я Нашел Мотив Первоначальная Помощь И дальше Идет Поиск Средств Что там Сам Автор Придумал Дальше Дальше После Поиска Средств Идет Опыт И осмысление Оздоровления То есть Это В теоретическом Отношении Это Очень Важная Статья Очень Очень Огромная Большая Она В свое Время Была Описана В основах Здоровья Заключительный Том Ну А потом Все это Так Оно Прошло Успокоительные Травы Для Хорошего Сна Пожалуйста Чтобы Спать Вот Они Вам Травы